На Красной площади состоялось открытие сезонного катка. Японцы украшают защитные маски и драгоценными камнями. В Индии необходимы срочные меры для борьбы со смогом. Китай наслаждается зимней погодой и удивительной гармонией природы. В Москве на Красной площади открылся самый знаменитый гум-каток. В этом году он отпраздновал свой 15-й сезон. Настоящая феерия льда ознаменовалась в день сезонной анаугурации выступлением фигуристов в костюмах персонажей русских народных сказок и мюзиклов Руслана Людмилы и Спящая красавица. В спектакле на льду приняла участие олимпийская чемпионка Алина Загитова. Работать на очень ответственном, веселом, жизнерадостном настроении, мне кажется, это важно. Это можно, это нужно. Мы с вами находимся на довольно-таки привычном расстоянии, чтобы думать о прекрасном. Ни в коем случае не заражаться, иметь вот такие ласточки на каждого и свежую, хорошую голову и настроение. Приходите на гум-каток. После окончания ледового шоу на каток вышли многочисленные зрители. Тем больше мы будем проводить время на спорте, на светом воздухе. Наоборот, добавит нам сил для борьбы с коронавирусом. Каток будет функционировать до 1 марта 2021 года. На нем будут организованы многочисленные мастер-классы, в том числе и по хоккею. В Японии коронавирусная эпоха породила целую субкультуру. Люди вжились в эпидемию, как в любое другое социальное явление. Теперь в стране восходящего солнца, как, впрочем, и в Индии, и в Израиле, появилось целое направление ювелирного искусства, которое занимается украшением защитных масок. Этих, казалось бы, сугубо утилитарных приметов быта. Меня немного не устраивает цена. Это достаточно дорогое изделие. Я вряд ли смогу его взять и купить просто так. Если я однажды надену одну из этих масок, то значит мне потребуется и платье того же уровня. Так что, думаю, это будет немного не соответствовать повседневному стилю одежды. Хотя у нас никто не купил ни одну из этих масок, цена у них, знаете ли, миллион йен за штуку. Мы видели положительную реакцию покупательниц. Так что надеемся, что кто-нибудь все-таки решится и приобретет себе такое изделие. Надеваемая на нормальную защитную маску ювелирная повязка подобна платью на чехле. Впрочем, оговорюсь, очень дорогому платью с учетом того, что одна такая вещица обойдется почти в 9,5 тысяч долларов. Счастливая владелица эксклюзивного украшения. Индия столкнулась с одной из самых страшных проблем современности, связанных с демографией и индустриализацией. Речь идет о загрязнении воздуха. Вспыхнувшая на планете пандемия ухудшила экологическую обстановку в Дели. Официально, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, самым проблемным по качеству воздуха в мегаполисе Земли. По количеству твердых микрочастиц в атмосфере, ситуация в городе в 30 раз хуже нижней планки предельно допустимы нормой, когда воздух считается непригодным для дыхания. Мы просто задыхаемся из-за этой свалки. Дышать невозможно. Вы же сами все видите, сплошной дым. А мы, между прочим, живем здесь. Мы уже вызвали пожарных, чтобы обуздать огонь. Загорелись твердые бытовые отходы, а дым распространяется по всей округе. Я думаю, что центральное правительство должно принять меры, чтобы штаты Пинджаб, Харьяна и Утар-Прадеш перестали выжигать траву. Нам тут рассказывают, что загрязнение воздуха происходит из-за выжигания травы в штатах Пинджаб и Харьяна. Да они просто издеваются над нами. Здесь нет никакой связи. Они пытаются отвлечь внимание от проблемы. Это их тактика. Посудите сами. В эти дни ветер дует в западном направлении. Ну и как задымление может идти против воздушного потока в сторону Дели? Городские власти всячески ретушируют эту проблему. У каждой семьи должен быть только один автомобиль. А то вот полно семей, у которых по две, по четыре машины. И поэтому мне совершенно не важно, как там кто отчитывается, что он сделал, чтобы справиться с загрязнением воздуха. Нам нужны результаты. И сажать побольше деревьев. Только они способны уменьшить смог до приемлемого уровня. Да, давно пора вводить квоты на владение автомобилями на одну семью. А потом надо, чтобы не было слишком много такси в городе. Они тоже загрязняют. Кроме того, наши власти используют автобусы на жиженом газе. Надо их поменять на электробусы. Когда мы, наконец, дождемся этого? Согласно городским службам экологического мониторинга, большая часть загрязнения атмосферы пресекает от использования керосина для готовки на примусах, угля для отопления жилищ, а также более чем на 50% от выхлопных газов машин. Проблема неправильной утилизации твердых бытовых отходов в городе с 16-миллионным населением усугубляет общую неблагополучную ситуацию. Правительство Индии разрабатывает в настоящее время целый пакет мер для санации эко-среды. Свежевыпавший на просторах поднебесный снег создал феерический пейзаж, которым наслаждаются теплоодетые посетители горного заповедника Лао-Дзюнь. В неравнодушные красотам природы люди отправляются в провинцию Хэнань. В городе Ло-Ян снег падал, не переставая, несколько дней. В результате окружающий пейзаж неузнаваемо преобразился, в особенности это касается святилищ, расположенных на возвышенностях и окруженных целым лесом хвойных деревьев. После того, как я взобралась на вершину, я увидела сияющий под лучами солнца иней и целое море облаков. Я испытала удивительное чувство глубокой радости. Многочисленные посетители брали также штурмом восточной провинции Аньхой и горную гряду Хуаншань, что переводится дословно как «желтые горы», а в Хэйлунзиане, поблизости от города Цзэси, прямо на российско-китайской границе, на глади озера Синкайху, образовались странные ледяные наросты, похожие на сюрреалистические произведения искусства. Палеоторосов также красиво каймляет берега водоема, за которым уже простирается приморский край России. Все новости Большой Азии смотрите и читайте на нашем сайте.